Пятый дом на улице обороны уже несколько лет как определен под снос, но до сих пор продолжал стоять. Опасная конструкция стала пристанищем для лиц без определенного места жительства и наркоманов. И только за последнее время горело около десяти раз. И вот, наконец, тяжелая техника доехала сюда, чтобы снести аварийную конструкцию. Работают здесь строго по расписанию. Совсем рядом с аварийным зданием расположен детский сад. Подрядчик тихий час у Дашкалят не нарушает. Сложность заключается в том, что не допустить обваливания и проникновения каких-то элементов от сносимой конструкции к детскому саду. И не допустить большого шума также для жителей дома и для воспитанников детского сада. В принципе, мы с этим всем справимся, потому что объекты у нас не первые. Мы, в принципе, понимаем, как работать и что делать конкретно нам. Этот дом построили еще в 1947 году, сразу после войны. Со временем здание пришло в негодность. Пять лет назад его признали аварийным. Началось расселение жильцов. Все люди новое жилье получили еще в 2019 году. Но как только здание покинули последние квартиранты, его облюбовали маргиналы. Но поскольку конструкция аварийная, угроза была и для них, и для тех, кто мог оказаться в здании, просто из любопытства. В прошлом году приступили к процедуре разработки мероприятий в части списания данного здания. Здесь были люди переселены. Им представлены в рамках ликвидации аварийного жилья и предоставления нового взамен изымаемого по программе фонда реформирования ЖКХ новые помещения, новые квартиры. Снести этот дом собираются в течение двух месяцев. Что будет на этом месте, пока не решили. Также тяжелая техника сейчас зашла на улицу Грошева. Сносят 11-й дом. Вообще у нас ликвидация аварийного фонда идет планово. Соответственно, в городе программа работает. Предоставляется жилье разной категории граждан. То есть это инициатива губернатора в части развития инфраструктуры городской. При этом у нас параллельно же еще идут работы по сносу капитальных объектов. В Севастополе в ближайшее время снесут 15 капитальных строений. Все они были признаны аварийными. Поэтому и подлежат сносу. Кроме того, снесут в городе и порядка 100 некапитальных строений. Светослав Данилов, Деливер Меджитов. Новости Севастополя.